Сергей Стасенко в рабочее время трудится слесарем механо-сборочных работ, а в свободное время делает вот такие сумки. Рукоделем он занимается с детства и рассказывает, чтобы связать такую сумочку, у него уходит три дня. У меня мама занималась вышибкой, шила. И как-то в детстве я тоже стал сшивать крестиком, что для мальчика не очень. И рогатки были, и вышибка была. Сергей стал одним из лауреатов конкурса на лучшую народную игрушку. В течение всего года специальная комиссия отбирала работы, которые сделали своими руками сотрудники «Искры» и их дети. Оценивали подделки сами работники предприятия, причем весьма оригинальным способом. Вы обратите внимание, что на всех изделиях, на всех экспонатах у нас есть цифры. Согласно этим цифрам у нас были наборы других маленьких цифр. И, соответственно, мы уже делали, приходили люди смотреть и выбирали понравившийся экспонат. Финальную экспозицию лучших работ украсили не только игрушки. Здесь и вязаные изделия, одежда, картины, детские рисунки. Многие из них отражают профессиональную деятельность родителей. У меня картина, которую моя дочь нарисовала. Вот она рисует, и это то, что мы изготавливаем на предприятии. Такие выставки, приуроченные к разным праздничным датам, проводят на предприятии регулярно. В этот раз экспозицию посвятили юбилею Химок. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.